Еврейская община России с растущей тревогой наблюдает за войной в Украине. Однако большинство ее представителей хранит молчание, опасаясь репрессий со стороны государства в том случае, если они открыто выскажутся против Кремля. Но один из лидеров еврейской общины Москвы посчитал молчание аморальным и покинул столицу России после 30 лет на посту главного раввина города. Он сделал это, чтобы иметь возможность говорить то, что думает. Сегодня он гость нашей программы. Это Пинхас Гольдшмидт, председатель Совета раввинов Европы. Он считает, что евреям лучше уехать из России прямо сейчас. Это, во-первых, рост антисемитизма, а во-вторых, риск закрытия железного занавеса, что сделает невозможным выезд из страны. Третья причина – беспрецедентные санкции, которые в долгосрочной перспективе нанесут огромный ущерб экономике. На этой неделе в программе «Конфликт зон» мы поговорим о том, прав ли был президент Зеленский, критикуя реакцию Израиля на войну в Украине. Должны ли евреи публично высказываться против нарушения универсальных ценностей? И что напишут историки о нынешнем периоде? Ошибка России или начало темных времен? Равин Пинхас Гольдшмидт, добро пожаловать в программу. Тим, рад вас видеть. Взаимно. Начнем вот с чего. Ваша первая реакция на российское вторжение в Украину была, по сути, абсолютно нейтральной – ни поддержки, ни осуждения. Вы сказали, что не хотели создавать проблем в еврейской общине. Сегодня об этом не сожалеете? Вы только вспомните тот шок, который охватил не просто каждого члена общины в России, а вообще всех граждан страны. Ведь большинство людей думали, что ничего не произойдет. Накануне вторжения мы сидели с дипломатами, депутатами и некоторыми другими людьми, и они говорили, да кому нужна эта Украина? Нам она не нужна. Так что для всех это стало настоящим шоком. И потребовалось время, чтобы осознать, что это война. Позднее вы сказали, что осознали, что умолчание в этих обстоятельствах аморально. И тем не менее, непосредственно после начала вторжения вы заняли иную позицию. Почему? По привычке? Это было так. В последние годы наша община, как и все российское общество, скажем так, деполитизировалась. Что означало, что мы не комментировали политические вопросы и не вмешивались в политику, чтобы не создавать себе проблем. Потому что кого бы вы не поддерживали, если вы не поддерживаете режим, у вас будут проблемы. Однако потом стало понятно, что мы имеем дело с войной в Европе. Глядя на миллионы беженцев и на еврейские общины, которые оказались разрушенными после того, как их с таким трудом восстанавливали после развала Советского Союза, Я понял, что хочу высказаться открыто. Мало того, что нельзя молчать. Надо еще что-то делать. То есть, последние события в России, ваша реакция на них вынудили вас пересмотреть ваше отношение к морали. Какой должна быть моральная реакция на такое военное вторжение? Нет, я так не думаю. Я думаю, что происходившие в России изменения были, я бы сказал, постепенными. Все не поменялось ни с того, ни с сего. Разом и за одну ночь. Поэтому очень трудно выделить какой-то конкретный момент, в который тебе надо сказать. Хватит. Больше я не могу молчать. И тем не менее, фундаментальное изменение произошло утром 24 февраля, когда страна проснулась и увидела массовые аресты и закрытие последних независимых СМИ. Мы понимали, что проснулись уже в другой стране, с другими правилами игры. Вы вот говорите, что проснулись в другой стране, но ведь и до этого вы жили в стране, президент которой вторгся в Украину и оккупировал Крым в 2014 году. Он разжег войну в Донбассе, жертвами которой стали около 15 тысяч человек. Так что 24 февраля стало продолжением того, что происходило ранее. Не правда ли? Это полностью совпадало с генеральной линией его администрации. Раздвигать границы России, подавлять гражданские свободы внутри страны и убивать политических оппонентов, чтобы остальные боялись. Все же очевидно, правда? Да. Прежде всего, что касается Крыма. Там в ходе аннексии ни одного погибшего не было. Это оправдание? Я могу переадресовать вопрос вам, а где в тот момент была Европа, где были Соединенные Штаты, и почему они не ввели все эти жесточайшие санкции в 2014 году? Почему они ждали 2022-го? Хороший вопрос. Мы им его и зададим. Вот только вас я хочу вот что спросить. Вы что, были не в курсе того, что универсальные права человека нарушаются, и что людей убивают? Я вам вот что скажу. Во-первых, людей все-таки репрессировали в гораздо меньших масштабах. И еще тем я вам скажу. Граница между демократией и авторитаризмом не всегда четко прослеживается. И когда вы перемещаетесь от одной системы к другой, вы не всегда замечаете, как пересекли ту самую линию. И где она проходит? Когда отменяют свободные выборы? Или когда начинают сажать за критику режима? Это не всегда ясно, да и стран таких не так много, которые перешли от демократии к авторитаризму и потом тоталитаризму. И что линии были четко прочерчены? Далеко не всегда. Какой урок вы для себя из этого извлекли? Что молчание не вариант в момент, когда людей репрессируют и нарушаются базовые универсальные права? Думаю, что в сегодняшней ситуации, когда на одну страну совершено нападение, когда миллионы людей стали беженцами, крайне важно не молчать. Говорить об этом должен каждый, кто может. Вот только может, не каждый. Оглядываясь назад, как вы думаете, если бы больше людей высказались открыто? Вы в тот момент говорили о реакции Запада, и вы переадресовали вопрос ко мне, как будто я говорю от имени Запада. На самом деле я этого не делаю. Но вопрос в том, что если бы больше людей открыто высказывались, как в самой России, так и по всему миру, то как вы думаете, отказался бы президент Путин от своих намерений начать полномасштабное военное вторжение в Украину? Я склонен думать, что если бы нашелся кто-то, кто 23 февраля сообщил бы Кремлю о том, какой на самом деле будет реакция Запада, Европы, Соединенных Штатов Америки, что она будет такой, какой мы ее увидели, я крайне сомневаюсь в том, что Кремль начал бы эту войну. То есть еврейская община России в данный момент переосмысливает практику молчания с целью не оказаться под ударом, да? Вы знаете, все не хуже меня. Люди, которые высказываются публично, получают или штраф, или вообще оказываются за решеткой. Бизнесы закрываются. Конечно, это же так просто критиковать путинский режим, сидя в безопасном Лондоне или Париже. И все гораздо сложнее, если вы живете в России, если у вас там бизнес, если у вас там родители, у вас там дети. Говорить обо всем этом проще, чем реально что-то делать. Но ведь принимать моральные решения, это же не всегда бесплатное удовольствие. Ну да, у любого человека есть выбор, и каждый должен принимать правильные решения. Меня беспокоит будущее еврейской общины в России. И я в этом не одинок. Тысячи, десятки тысяч человек покинули страну с начала вторжения. И что делать оставшимся? Я думаю, что отъезд из страны это тоже своего рода стейтмент. А те, кто уехал, как им надо себя вести? Им следует высказываться? Говорить то, что надо говорить? Думаю, что любой, у кого есть такая возможность, должен это делать. Говорить, что думает. Общаясь с сотнями и тысячами членов моей общины, а также с русскими людьми в других регионах и за пределами России, я чувствовал, что поддержка этой войны крайне мала. Известный политик, бывший диссидент и бывший министр Натан Шаранский, который, как вы, конечно, знаете, во время своего диссидентства был арестован в СССР и считался так называемым рефьюзником. Так вот, он говорит, что если у еврея есть шанс уехать из России, он должен уехать. Вы с этим согласны? Да, я поддерживаю эту точку зрения и понимаю, почему евреи обеспокоены своим будущим в России. Это, во-первых, рост антисемитизма. Во-вторых, риск закрытия железного занавеса, что сделает невозможным выезд из страны. И третья причина – беспрецедентные санкции, которые в долгосрочной перспективе нанесут огромный ущерб экономике. Причина номер четыре – это возможность всеобщей мобилизации. И пятая причина – усилившиеся репрессии в отношении гражданского общества. Позвольте мне, если можно, вернуться в март этого года, когда вы решили покинуть Россию. Вы говорите, что после двух недель самокопания вы приняли решение покинуть страну, чтобы получить возможность открыто высказываться против войны. И что вам говорили, что если вы останетесь, это навредит еврейской общине. Вы можете рассказать поподробнее, кто и как вам угрожал? Думаю, что речь шла не только и не столько о том, чтобы высказывать свою точку зрения. В целом высказываться полезно и важно, но, как вы знаете, иудаизм – это религия дел, а не только мысли и верования. Что для нас важно – это то, что ты делаешь в настоящий момент. Мы называем это митцва. Разговоры вторичны. Первое и самое главное – это ощущение и осознание того, что нам нужно что-то делать, чтобы помочь этим тысячам беженцев из наших общин, которые вынуждены были отправиться в Восточную Европу, иногда с одним чемоданом и не имея крыши над головой. И именно этим мы решили заняться. Под эгирией Совета раввинов Европы мы учредили Международный фонд помощи украинским беженцам. Я навестил их, я посетил страны Восточной Европы, я был в Будапеште, в Варшаве, был в Румынии, куда отправились все эти тысячи еврейских и других беженцев. Мы организовали программы по интеграции и помощи этим беженцам. Так что свобода слова вторична. На первом месте – дела, то, что мы делали, чтобы помочь. Мой вопрос касался угроз, которые вы регулярно получали. Насколько конкретными они были? Я думаю, что если вы духовное лицо в определенной стране, вы в состоянии понимать определенные послания, которые необязательно могут быть персональными. И кто и что вам говорил? Я бы не хотел вдаваться в детали. В России по-прежнему немало членов еврейской общины, которые продолжают жить и работать в стране, продолжают общаться с духовенством. У нас там есть раввины, лидеры общин. Так что я не хочу погружаться в детали. Один или два лидера еврейской общины России выступили открыто и отказались поддерживать официальную линию. А вы не могли поступить так же и остаться в России? Я не думаю, что был бы в состоянии помочь и создать всю эту инфраструктуру для беженцев. И я не думаю, что я был бы в состоянии объяснить миру, еврейскому миру и мировой общественности все те проблемы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Ваш отъезд из России был бегством? Я думаю, что если бы я был единственным, кто принимал это решение, то вы были бы правы. Я вам могу сказать одно. У меня есть очень хороший друг. Она одна из ведущих оппозиционных журналистов. И сначала она была весьма расстроена моим отъездом. А через месяц уехала сама. Это подтверждение правоты? Это не вопрос о том, прав-то или нет. Вопрос сегодня в том, что у нас десятки тысяч членов общины, которые живут за пределами России. Если речь идет о людях, которые привыкли приходить в наши синагоги, то очень многие из них сейчас находятся за пределами России. Я бы даже сказал, что большинство из них за пределами России. Моя община буквально раскидана по всему миру. Они в Дубае, они в Израиле, они в Лондоне, они в Германии. И эмиграция в Израиль из России с начала войны превысила вдвое эмиграцию из Украины. Я отвечаю за общину в широком понимании. И я уверен, что смогу помочь моей общине, оставшейся в России, лучше снаружи, чем изнутри. Такое впечатление, что из-за событий последних месяцев отношения между лидерами еврейских общин России и Украины существенно испортились. В марте главный раввин Украины Маше Реувен Осман осудил лидеров российского еврейства и заявил, что их отказ осудить военную агрессию можно приравнять к поддержке. Насколько трудно будет восстановить эти отношения? Не знаю. Есть лидеры, которые поддержали вторжение. Я не хочу это комментировать, не хочу никого судить. Кто я такой, чтобы судить их? Могу только сказать, что у меня прекрасные отношения с нашими украинскими коллегами. А вы позвонили раввину Осману? Он же сказал, я к вам обращаюсь, дорогие россияне, дорогие евреи. Помните, что тот, кто равнодушен к военным преступлениям и преступлениям против человечности, тот становится соучастником. Я стою с Торой и прошу вас проснуться. А еще он сказал, что ему практически никто не позвонил. Вы можете понять его чувство быть брошенным еврейским сообществом? Абсолютно. Абсолютно могу понять. Кстати, в Украине не один главный раввин. Вы знаете, у нас три главных раввина в Украине, и мы поддерживаем связь с каждым из них. И я лично три недели назад провел выходные в румынском городе, где находились 1200 беженцев из Одессы и с главным раввином Одессы. Так что да, мы держим связь с коллегами в Украине. Еще несколько дней назад в Иерусалиме я разговаривал с группой новых эмигрантов из России и Украины. Это были 40 или, может быть, даже 50 молодых людей в одном помещении. отовсюду. Из Москвы, из других городов России, из Украины, из Одессы, Киева, Николаева и даже Мариуполя. И вам надо было видеть всех этих людей, которые сидели вместе и пытались помочь друг другу начать все с нуля. Они уехали из своих стран не потому, что им так захотелось, а потому, что им там нельзя было оставаться. Раз заговорили о помощи украинцам, президент Зеленский сам еврей в довольно резкой форме высказался по поводу позиции, которую занял Израиль в этом конфликте. Он ведь в чем-то прав, да? Я вам вот что скажу. Всем людям, которые пытаются критиковать Израиль за то, что он не присоединился к санкциям Евросоюза против России, я хочу напомнить, что Израиль не покупает у России ни газ, ни нефть и тем самым не финансирует эту войну. А вот Европа покупает и газ, и нефть и таким образом финансирует войну. Но часть этой критики раздается не за границей, а внутри страны. Бывший премьер-министр Ихуд Ольмерт, например, он был невысокого мнения о реакции правительства Израиля в феврале. «Бывают времена, — сказал он, — когда надо решать, с кем ты и где твои идеалы. Можно обманывать других, но невозможно обмануть себя самого. Если бы Израиль вел себя, как США, пытаясь сплотить своих союзников, то понравилось бы нам, если наши лучшие друзья сказали, ну, типа, есть аргументы «за», и есть «против», и есть другие заботы». Он говорит, надо делать не то, что просто, а то, что правильно. Вы с ним не согласны? Нечто похожее происходит и в Европе. Европа тоже пытается вести себя правильно, но, очевидно, нельзя позволить себе допустить, чтобы пенсионеры и дети мерзли в неотапливаемых квартирах посреди зимы. Точно так же и Израиль не может позволить себе оставить миллионы людей беззащитными, под ударами ракет, выпущенных боевиками Хизбаллы или боевиками, которых поддерживают иранские спонсоры в Ливане и Сирии. Так что каждая страна хочет присоединиться к санкциям или критиковать, однако у каждой страны свой высший приоритет – защита собственных граждан. Но, послушайте, украинцы воюют за свои жизни и за выживание своего государства, а Израиль говорит, ну да, кошмар, но у нас тут проблемы поважнее в сфере безопасности. Наши основные заботы – это Сирия и Иран. Вы вот сказали в июле, в эти дни весь мир смотрит на Израиль, еврейский народ, и ждет от нас высокой моральной позиции. И я просто не понимаю, хотите ли вы занимать вот эту высокую моральную позицию в вашей стране или нет? Эта дискуссия идет внутри самого Израиля. Она может стать темой для дискуссии в предвыборной кампании в ноябре. В какой степени Израиль должен или не должен быть вовлечен в этот конфликт? В настоящий момент правительство Израиля заняло позицию в этом конфликте. Премьер-министр критикует Россию. И скажу вам, Тим, что у Израиля появились первые проблемы. Российские власти собираются закрыть агентство Сахнут. Это произошло не на ровном месте. У этого есть причины. Как вы считаете, нынешние изменения в России необратимы? Историки, оглядываясь на эти времена, опишут их как ошибку России или же начало темных времен? Прямо сейчас, я думаю, Россия вступает в период глубокой изоляции. Создается новый, почти железный занавес с Европой. Не с Азией, но с Европой. не с Азией, но с Европой. Я думаю, что наступающий период будет очень тяжелым. Вы собираетесь назад? Хотите вернуться назад? Как вы знаете, нам надо быть оптимистами. Надеюсь, что в один прекрасный день я смогу вернуться. приятно было поговорить. Большое спасибо за ваше время. Большое спасибо. Спасибо за приглашение, Тим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!